МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в городе с забавным для русского уха звучанием Оверсюр УАЗ. Да-да, именно УАЗ. Сотню с лишним лет назад, а точнее 27 июля 1890 года, где-то поблизости от этого места раздался выстрел. Человек отправил в собственную грудь пулю из револьвера, но рано, несмотря на то, что пуля прошла ниже сердца, оказалась смертельной и через сутки он умер от потери крови. Вряд ли мы бы знали об этом событии сегодня, когда бы имя того человека не было Винсент Ван Гог. Тот самый художник, чья картина сегодня стоит сотни миллионов долларов. Но у нас с вами программа «Наши тесты», а значит, имеет смысл вспомнить другое событие, случившееся тогда же, в 1890 году. Компания «Пежо» в качестве эксперимента поставила на собственное шасси двигатель внутреннего сгорания и получила свой самый первый автомобиль. Правда, шасси, о котором идет речь, изначально создавалось для паровой силовой установки, а двигатель был изготовлен по лицензии компании «Даймлер». То есть на самом первом «Пежо» мотор был мерседесовский. Но те времена давно прошли, сейчас все иначе. Глядя на «Пежо 3008», вспоминаешь не зарю автомобилестроения, а как раз великого новатора Ван Гога. При первом знакомстве машину рассматриваешь, как нездешнего диковинного зверя в зоопарке. Одни лишь фары чего стоят. Или серебристый пунктир вогнутой фальшрадиаторной решетки. Но вскоре задумываешься о вещах более практичных. Это у нас, конечно, кроссовер, поэтому дорожный просвет несколько увеличенный. Скажем, вот здесь, под порогом, до земли аж 23 сантиметра. Вроде бы порядочная величина, но в то же самое время от самой нижней точки днища до земли всего 16 сантиметров. А это, сами понимаете, немного. То есть это все-таки городская машина. Надо понимать, 3008-й правильно. И каких-то внедорожных подвигов ждать от него я бы не стал. Что касается линейки моторов, то особенного богатства выбора в России не предвидится. Под капотом нового 3008 будет один из двух 150-сильных моторов. Либо бензиновый, либо дизельный. Понятно, что эта величина, 150 лошадиных сил, она подогнана под особенности российского налогообложения, потому что в той же Европе бензиновый мотор развивает все 165 лошадок. Коробки передач у нас только автоматические. И вот тут интересный момент. Дело в том, что представители французской компании считают основным конкурентом своему творению новый Volkswagen Tiguan. Но, разумеется, не весь Tiguan, потому что у немцев широчайший выбор версий и модификаций, а только те версии, которые могут напрямую конкурировать с Peugeot. Будет ли такая стратегия успешной? Разумеется, представители французской марки говорят, да, все будет хорошо. Но есть кое-какие сомнения. Знаете, почему? Почему? Дело не в самых доступных версиях Tiguan, которые дешевле, чем Peugeot 3008. Дело в самом Peugeot. Ни в одной из версий этой машины нет ни подогрева руля, ни подогрева лобового стекла. Это вещи, которые в России очень и очень нужны. Похоже, затраты на адаптацию машины к российским условиям кажутся слишком рискованным вложением. Такое ощущение, словно люди из французской компании и сами не слишком верят в успех нового продукта у нас на родине. Впрочем, оставим предположение и лучше заглянем на пассажирские места. На заднем ряду сидений есть воздуховоды, есть 12-вольтовая розетка, есть подлокотник с подстаканниками и нет центрального тоннеля. Именно поэтому в Peugeot 3008 ездить на втором ряду сидений втроем намного удобнее, чем в подавляющем большинстве других автомобилей такого класса. Дизайн задней части автомобиля получился ярким, запоминающимся. Новый Peugeot 3008 на дороге не перепутаешь ни с какой другой машиной. Кстати, пятая дверь, как сегодня модно, открывается не только брелоком или кнопкой, но и ногой водителя. Объем багажника вполне достаточный для городского жителя. Заднее кресло можно сложить такими вот удобными рычагами. Тут есть подсветка, есть розетка на 12 вольт, есть такие вот странные крепления. Сначала не поймешь, зачем они нужны. На самом деле они фиксируют крышку подвала, скажем так, грузового отсека. Здесь живет докатка, инструменты, и сверху того есть порядочный запас пространства. То есть какие-то вещи, которые постоянно должны быть в автомобиле, но при этом должны не мешаться вам, их можно убрать сюда, и это будет удобно. Ну а на этом, пожалуй, что можно перейти к покатушкам. Есть легенда, что при жизни Ван Гог продал всего одну картину. Но это именно легенда, потому что документально подтверждено примерно полтора десятка сделок, а исследователи считают, что он успел продать еще больше работ. Но факт остается фактом. При жизни он не был признан, он не был уважаем, он не был по-настоящему ценим. Слава пришла только после того выстрела в оверсюр УАЗ. Почему я об этом вспомнил? А потому что посмотрите на интерьер машины. На этот руль, скошенный и снизу, и сверху, похожий на штурвал какого-то космического корабля. Посмотрите на ряд стилизованных под металл кнопок наподобие авиационных. Ничего не напоминает? А вы поищите журналы 15-летней давности автомобильные, посмотрите отчеты о выставках, посмотрите на концепт кар этого времени и почитайте, что писали про них журналисты. Все это, конечно, интересно, но вряд ли когда-либо найдет применение на серийных автомобилях. Найдет применение просто всему свое время. И в случае Peugeot 3008 это время, кажется, наступило. Хотя, да, поначалу ощущение такое, словно угнал с выставки тот самый концепт кар. Удобно ли все это? В целом удобно. И даже руль, хотя нужно время, чтобы к нему привыкнуть, потому что форма, конечно, такая нетипичная. А в придачу к всему приборная панель, она как бы надо рулем, когда ты сидишь. И вот не очень привычное для водителя положение. Тем не менее, пообвыкнешься и вроде бы как будто так и надо. Отдельный разговор об электронике, потому что ее тут тьма. Вот начать стоит с приборной панели. Она электронная, она представляет собой дисплей. Вот что приятно, французы поработали над дизайном. Это не просто дисплей, это дисплей, графику на котором можно менять радикально. Существует несколько разных пресетов. Можете выбрать тот, который нравится вам больше. Кстати, анимация тоже очень приятная. Вы можете видеть либо традиционные приборы перед собой, либо карту навигации, либо информацию, которую поставляют вам системы безопасности, либо что-то еще. Можно создать и свои собственные настройки. Это интересно, но, помимо всего прочего, даже самые простые вещи французы не делают в простоте. Потому что ты выводишь приборы перед собой, но у тахометра стрелка движется не как обычно по часовой стрелке, а против ее хода. И ты даже сначала не понимаешь, что происходит на этом приборе, и только потом приходит озарение. Тут тахометр наоборот. Вот зачем это непонятно, но это забавно. Кроме того, мультимедийная система. Здесь тоже очень любопытно, потому что, например, французы додумались сделать такую штуку, как настройку атмосферы в машине. Это называется iCockpit. Он, собственно, предлагает выбор из двух пунктов. Это релакс, то есть такое, знаете, расслабленное настроение, когда вы уставший после работы неторопливо катите. Или наоборот, буст. Это такое боевое спортивное. Каждый из этих комплексов настроек включает множество функций. Можете подобрать массаж себе по вкусу на выбор несколько вариантов. Можете выбрать один из трех запахов, какой-то определенный стиль освещения, определенные настройки музыкальной системы. И все это будет укладываться как бы в одну из двух концепций. Вы сейчас можете сказать, что, мол, это все маркетинг. Опять завернули в новый фантик старую конфету, потому что все эти функции уже известны. С другой стороны, все на свете маркетинг, понимаете ли? Те же картины Ван Гога ценой в сотни миллионов долларов. Это ведь уже не произведение искусства, это инвестиция, это атрибут статуса, это что угодно другое, но не та вещь, созерцанием которой покупатель будет наслаждаться каждый день. В данном случае все эти игры со сменой настроения через нажатие кнопки кажутся оправданными. Такие идеи частенько реализуются в концепт-карах, на которые новинка похожа снаружи и изнутри. Не менее концептуально, но более сомнительно выглядит система кругового обзора. Всего две камеры – впереди и сзади. Электронный разум запоминает передаваемое ими изображение и самостоятельно моделирует картину происходящего по сторонам от машины. Умно, не правда ли? Вот только когда вы начинаете маневрировать, начинаются проблемы. Стоит ли того экономия на двух камерах – вопрос темный. Кстати, раз уж заговорили о дизайне, не могу не отметить две вещи. Французы всегда немножечко стремились походить на немецкие автомобильные бренды. Вот посмотрите на дисплей. Ну неужели не напоминает экран автомобилей BMW? Или, скажем, подлокутник. В нем бардачок. Как доступ на него получаем? Нажимаем клавишу – бах! Открываются створки, как в автомобилях марки Mercedes. Так что, несмотря на всю эту оригинальность, без заимствований тоже не обошлось. Наконец и до ощущений отъезды добрались мы с вами. Начнем с коробки передач. Шестиступенчатая механика, которой оборудован наш автомобиль, в Россию, скорее всего, поставляться не будет. И, честное слово, я бы жалеть об этом не стал. Потому что рычагу все-таки не хватает четкости в работе. Это не тот случай, когда ты получаешь наслаждение от взаимодействия с идеально настроенным механизмом. В передаче рано или поздно ты научишься впадать, но на этом, в общем, все. У нас будут машинки дома. Что касается двигателя, то наша дизельная версия очень даже бодра, если ее хорошенечко пришпорить. А если говорить о подвеске, то она удачно сочетает такую приятную спортивную прогость и комфорт. На разбитых дорогах машина ведет себя очень неплохо. И, кстати говоря, с разбитыми дорогами здесь, во Франции, дела обстоят намного лучше, чем я мог предположить. Неплохо настроена подвеска, неплохо. Вообще, самая интересная черта Peugeot 3008 в том, что эти машины только переднеприводные. Причем это принципиальная позиция французской компании. Они говорят, зачем? Из 10 человек 9 выбирают переднеприводные кроссоверы. Более того, в ралли-рейдах команда Peugeot выступает на моноприводных баги. Это не просто так. Они подчеркивают, это моноприводные машины разделываются на трассе с полноприводными. Но все-таки для того человека, для одного из 10, которому нужен полноприводный Peugeot, таковой Peugeot будет, но это будет гибридная версия 3008 модели. Собственно говоря, нечто подобное было и у автомобиля предыдущего поколения. На этом чудеса не заканчиваются, потому что у нашего переднеприводного кроссовера есть специальная шайба, которая позволяет выбрать один из трех, представьте себе, внедорожных режимов. Напомню, переднеприводная машина у нас. Как водится, эта система меняет настройки страхующей электроники, отзывчивость педали газа и, в общем, по большому счету, все. Однако в некоторых случаях она бывает достаточно эффективна. И все же говорить тут хочется об оснащении и дизайне. Это ключевые достоинства 3008 модели, во всяком случае в той версии, которая досталась нам. Скажем, системы безопасности. Они тут представлены буквально в полном составе, потому что машина в мертвых зонах, автомобиль впереди, дорожная разметка. Пежо за всем за этим следит и случись, что одергивает водителя. Потому что, скажем, в полосе она удерживает машину применительно, сама немножечко поворачивает руль. Кроме того, отделка передней панели ткани. Опять же, обратите внимание, в концепт-карах это встречается нередко, в серийных автомобилях, пойди еще поищи. Казалось бы, не самое практичное решение. Светлая ткань, наверное, будет пачкаться. Не знаю, трудно сказать, но выглядит это эстетично и действительно интересно. И еще один нюанс. Сходство кокпита с салоном фантастического космического корабля на самом деле намного более глубокое, что ли, чем вам может показаться. Сейчас я вам это продемонстрирую. Останавливаем машину, включаем нейтралочку, открываем дверь. Что случилось, капитан? Возможно, иноземный вирус попал на борт. Или атака боевых роботов. Или, может быть, мы приближаемся к черной дыре. Вот когда вы слышите это, вам наверняка хочется достать световой меч и включить гравитационную защиту. Но вы всего-навсего забыли поставить машину на стояночный тормоз. В России самая доступная версия кроссовера Peugeot стоит 1 миллион 639 тысяч рублей. Для сравнения, минимальная цена Volkswagen Tiguan меньше на 200 тысяч. За самый дорогой 3008 просят 2 миллиона. Не дешево. Зато в классе весьма однотипных кроссоверов 3008 стоит особняком. Не часто автоконцерты решаются столь радикально сократить дистанцию между выставочным образцом и серийным продуктом. Но как раз смелость и может стать ключом к успеху. Не стоит бояться экспериментов. Многие вещи, которые сегодня считаются у нас общепринятыми, когда-то казались никому непонятными. И об этом думаешь именно здесь, в крохотном городке Овер-Сюруаз, где провел последние месяцы своей жизни Винсент Ван Гог. Нищий безумец, которого сегодня мы знаем как одного из величайших художников в истории человечества. На этом все. С вами была программа «Наши тесты». Увидимся.